Сегодня эти двое рассекают по городу так же, как и в 1989-м. Только тогда Путин преграждала «Берлинская стена», и они закидали ее коктейлями Молотова. Стена была извращением, это совершенно ясно. Надо признать, что их считали врагами. Было непонятно, что произойдет дальше. Руководство утратило контроль. Берлинская стена была ярким символом того, что Европа разделена на демократический запад и коммунистический восток. К тому моменту она простояла уже почти три десятилетия, и глава Восточной Германии Эрик Хонекер утверждал, что она останется надолго. Двое братьев слушали эти слова, находясь по разные стороны стены. Райк Адам тремя годами ранее добился разрешения покинуть страну без права возвращения. Андреас Адам также подал документы на выезд и ждал решения властей. Я был отрезан от семьи, от самых близких мне людей, мы всегда жили вместе. В Восточной Германии у меня не было отдельной квартиры, я жил в доме родителей. Это был прекрасный старый дом, у каждого была своя комната. Моя комната была рядом с комнатой брата. Мне, конечно же, очень не хватало разговоров с семьей. Письма между Западом и Востоком доходили, но им все и ограничивалось. Райк был для меня образцом для подражания в политических вопросах, и было непросто жить по отдельности. Иногда нам удавалось созвониться. Еще нам удалось встретиться в Карловых Варах в Чехословакии и один раз на Балатоне в Венгрии. То есть мы поддерживали связь, полностью она не обрывалась. Мне было чуть проще, потому что я знал, что пойду по стопам брата, а вот маме было тяжелее. Берлинская стена разделила множество немецких семей. Судьбе этих двух братьев посвящен графический роман. Иллюстратором его стал их давний друг, художник Дирк Мекленбек. Комикс рассказывает о том, как Райк, Андреас, Дирк и их четвертый приятель Хайка Барч встретились в Западном Берлине и несколько раз попытались повредить стену. Этот жанр популярен у молодежи. А мы как раз хотели обратиться к этой аудитории, потому что поняли, как мало они знают о том времени. Федеральная образовательная комиссия закупили тысячи экземпляров нашей книги для школ. То есть мы попали именно в ту аудиторию, которую хотели. Четверо друзей выросли в Галле. Это крупный центр химической промышленности, расположенный в 135 километрах к юго-западу от Берлина. В 80-х здесь преобладали обветшалые здания и улицы. Экономика Восточной Германии находилась в глубоком упадке. Зато переживали рассвет андеграундные музыканты, игравшие тяжелый рок. В 80-е, когда мы были молодыми, музыка была для нас очень важна. Это был хэви-метал и музыка из Лондона. Она наводила на глубокие мысли о больших проблемах, о свободе, о том, как быть другим. Когда мы шли по городу в своих диких нарядах, рядом сразу же появлялись полицейские. Все это неизбежно политизировалось, потому что мы находились в конфликте со всей системой. Перебравшись в Западный Берлин, Райк Адамс стал снимать свою жизнь на 8-миллиметровую пленку. Чуть позже эта камера зафиксирует драматические события 1989 года. Пока же молодой человек снимает дорогие для себя моменты жизни в изгнании. Я просто жил, наслаждаясь свободой, много ездил по Европе и еще дальше. Я был молод всего 20 лет, и в моей жизни было только веселье, свобода, вечеринки, Западный Берлин и рок-н-ролл. Вот где я тогда работал. Под этим комплексом был подземный бункер, способный выдержать попадание ядерной бомбы. Тимми Аллен в 1989 году жил совершенно другой жизнью. Его рабочее место находилось всего в 10 минутах езды от дома, где жил Райк Адам, но это был уже совсем другой мир. Он служил офицером восточно-германской тайной полиции – штази. Ее главной целью было шпионить за собственными гражданами, выявлять и искоренять любые проявления несогласия с коммунистической системой. В сети штази попадали самые разные люди. Одним из направлений нашей работы были люди, подавшие заявления на выезд из страны. Надо признать, что их считали врагами. Я занимался разбором заявок, вычленял полезную информацию об их связях, друзьях и так далее. Целью было найти что-нибудь для разработки. «Было постоянное давление, постоянные проверки. Это было невыносимо. Так продолжалось три года, пока мне, наконец, не выдали разрешение на выезд. Я имел удовольствие столкнуться со всеми гранями восточно-германской секретной полиции. От обычной полицейской проверки до ареста, задержания, допроса в штази». Страну можно было покинуть и нелегально перейдя границу. Многие были застрелены при попытке сбежать на запад. Последней такой жертвой стал 20-летний Крис Гефрой. Для Андреса Адама, который оказался заперт в восточной Германии, островком свободы стала церковь. Он посещал еженедельную молитву о мире в Галле и здесь, в Николае Кирхе, в Лейпциге, где они до сих пор проводятся по понедельникам. Но один из этих понедельников он не забудет никогда – 13 марта 1989 года. «Для нас это было святилище, где можно открыто говорить то, что думаешь. Атмосфера в церкви в тот день была такая же, как всегда. Но, конечно же, чувствовалось, что снаружи может произойти что-то особое. Мы вышли из Николае Кирхе после молитвы о мире и присоединились к группе 600 демонстрантов, идущих по центру Лейпцига. Это был важный день моей жизни, потому что впервые протест вылился наружу, из церкви на улицу». Это были крупнейшие протесты за десятилетия. Но полиция сначала только наблюдала, потому что в Лейпциге находились западные журналисты, приехавшие освещать торговую ярмарку. Когда толпа дошла до этой площади, люди достали самодельные плакаты, как, например, женщина рядом с Андреасом Адамом. «Люди требовали свободы путешествия и свободы слова. Сотрудники штази в штатском, которые находились в толпе, схватили эту женщину и попытались ее арестовать. Потом начались подтасовки, и в целом настроение стало более агрессивным». 12 человек были арестованы, и жители Восточной Германии увидели это в репортажах на западно-германском телевидении. Власти сочли ситуацию кризисной и решили депортировать тысячи людей, которых объявили зачинщиками беспорядков. «Это был невероятный день, никогда его не забуду. За полторы недели до этого умерла моя бабушка, и я уезжал из страны в тот день, когда ее хоронили в Галле. Часть семьи вышла из дома и пошла налево в сторону кладбища, а я повернул направо в сторону вокзала, чтобы сесть в поезд на Берлин. Я встал в очередь из пенсионеров, которые заходят в западный Берлин на несколько часов. Пересечение границы было совершенно непримечательным. Я просто показал документы, а в западном Берлине меня встречал Райк. Я был очень счастлив и чувствовал облегчение, что теперь все позади, и я, наконец, свободен». Пару недель спустя братья смотрели по телевизору, как китайские власти жестоко подавляют протесты на площади Тяньаньмэнь. Эти далекие события оказали на них непосредственное влияние. Ведь это была реакция коммунистических властей Китая на требования демократических реформ. В Лейпциге в это же время звучали похожие призывы. Власти Восточного Берлина открыто заявили в прессе, что если подобные события произойдут в Восточной Германии, против населения будут приняты такие же меры. Мы думали, что же мы можем сделать. Стена была совсем рядом, поэтому мы сказали, давайте сделаем что-нибудь с этой стеной. «Мы осмотрели защитные укрепления там, где они были хорошо видны. В одном месте стена проходила рядом со старой железнодорожной станцией. На западной стороне было возвышение, куда можно было залезть выше уровня стены. Оттуда была ясно видна полоса смерти, а также коммуникационное оборудование, электрощиты, пограничные посты. Мы хотели нанести максимальный урон, чтобы нарушить привычный режим на границе». В ночь на 16 июня 1989 года молодые люди приехали на пустырь, откуда они планировали совершить нападение. Они были вооружены двумя упаковками пивных бутылок, наполненных бензином. «Яркие были впечатления. Было темно. Мы не хотели, чтобы нас заметили. Когда мы сюда приехали, бутылки были уже наготове, и мы начали их бросать». «Мы успешно отстрелялись. Из 12 бутылок загорелось 10. А потом приехали пограничники. Они смотрели на нас из-под моста, перед которым мы сейчас стоим. Один из солдат начал в нас целиться, но, к счастью, его товарищ опустил ему ружье. До нас дошло, что может произойти. Поэтому мы убежали со всех ног. Прыгнули в машину и растворились». За дело тут же взялось Штази. «В Штази ты знал только о том деле, которое сам вел. Возможно, мы занимались анализом того, есть ли у них связи по эту сторону границы. Но я не помню. Тем, что приходило с западной стороны, мы особо не занимались. Мы и передавали эти секретные дела дальше». Расследование еще продолжалось, а группа молодых людей не оставляла своих попыток. Они прорезали дырки в пограничном заборе в юго-западной части Берлина. Однако в игру уже вступили куда более мощные исторические силы. В Польше на первых относительно свободных выборах убедительную победу одержал глава движения «Солидарность». В Венгрии коммунистическая партия гарантировала свободу собраний и прессы, а также вступила в переговоры с оппозицией о дальнейших демократических реформах. Главу СССР Михаила Горбачева хвалили на Западе за новую политику гласности и перестройки. Однако в Восточной Германии реакционное руководство отказывалось обсуждать любые реформы. В то время все еще было скрыто, что-то закипало, но наружу пока не вырывалось. Хансу Модрову сейчас 91 год. В ту пору он входил в ЦК правящей социалистической партии и возглавлял ее отделение в Дрездене. Несколькими месяцами ранее он вызвал недовольство властей тем, что предупредил об ухудшении экономической ситуации. Однако ничего не менялось, и Модров смотрел в будущее с пессимизмом. Я чувствовал, что руководство страны утратило контроль. Было непонятно, что произойдет дальше. А произошло то, что Венгрия открыла границу с Австрией. В железном занавесе образовалась брешь, и поток граждан Восточной Германии, которые находились в Венгрии в отпуске, хлынул на запад. Но восточно-германский режим не собирался уступать. В годовщину возведения стены 13 августа власти заявили, что не будут ее демонтировать. Вечером того же дня братья Адам с друзьями подошли к наблюдательной вышке. Мы предупредили пограничников, что в башне скоро будет светло и жарко. К нашему удивлению, они тут же убежали. Мы не собирались нападать на восточно-германских пограничников. Этот символ, полыхающая в центре города наблюдательная вышка, был нужен, чтобы люди задумались о стене. Что она там делает летом 1989 года? С наступлением осени поток желающих покинуть Восточную Германию резко увеличился. Сотни человек поселились в палаточном лагере на территории посольства ФРГ в Праге в надежде перебраться на запад. Политический кризис стал перерастать в гуманитарный, и беженцев пришлось вывозить на запад по территории Восточной Германии на специальных поездах. Однако, когда эти поезда прибыли в Дрезден, ситуация обострилась. Мы решили, что необходимо создать условия для проезда этих поездов. Пока Модров занимался вопросами безопасности, молодой ученый Херберт Вагнер стоял в толпе, собравшейся перед вокзалом. За два дня до этого Восточная Германия закрыла границу с Чехословакией. Люди кричали, мы хотим вырваться отсюда. Они хотели вскочить в последний, как им казалось, поезд, который увезет их на свободу. Атмосфера накалялась. Я понял, что скоро могут начаться столкновения. Обстановка на вокзале вышла из-под контроля. Толпа ворвалась в здание вокзала. В воздух полетели камни и другие предметы. Полиция применила дубинки и водометы. Один человек упал под поезд и ему отрезало ногу. Сотни людей были арестованы. Я пришел на вокзал на следующий день. Там был разгром. В тот день началась мирная революция. Она не началась мирно, но это была первая искра. Горбачев приехал в Восточный Берлин и порекомендовал Хонекеру начать переговоры с протестующими. Однако первая же берлинская демонстрация после его отъезда была жестоко разогнана полицией. Это стало сигналом для рокеров, что настало время для их следующей политической акции. На этот раз они подъехали к стене на мотоциклах Харли Дэвидсон среди бела дня. Они привезли с собой большой самодельный плакат. «Мы хотели послать сигнал штази и властям Восточной Германии, чтобы они прекратили насилие. Мы хотели донести его до максимально большего числа людей». Они приехали на смотровую площадку, которой пользовались в Западном Берлине, чтобы помахать рукой своим родным и близким по другую сторону стены. Активисты скрывали лица, чтобы у оставшихся на Востоке родственников не возникло проблем в случае, если их опознают. «Нам пришлось карабкаться по лесам на наружной стене. Это было немного авантюрно, но чего не сделаешь ради мира во всем мире». Люди сразу же начали реагировать. Кто-то показывал жестами победу, кто-то просто махал рукой. Этот плакат был знаком солидарности с жителями Восточной Германии. Нам было важно показать, что люди на Западе не только погружены в свои повседневные дела, но и поддерживают, как могут, восточных соседей. Когда на улицы вышли сотни тысяч людей, революцию было уже не остановить. 18 октября Хонекер ушел с поста генерального секретаря ЦК Социалистической единой партии. Его место занял Эгген Кернц. Ханс Мудров был выдвинут на пост премьер-министра в новом правительстве. 9 ноября он присутствовал на заседании ЦК, где обсуждалась возможность позволить гражданам Восточной Германии свободно выезжать за границу. «Не могу сказать, что именно произошло». Эгген Кернц поговорил с пресс-секретарем Гюнтером Шабовски и начал давать пресс-конференцию. Мы продолжали совещание. Было уже 8-9 часов вечера, а оно все продолжалось. В зале было больше двухсот человек, и никто не знал, что творится снаружи. Снаружи происходили исторические события. Шабовски рассказал журналистам, что выезд за границу разрешен уже сейчас, и жители Восточного Берлина начали собираться у пограничных постов. Берлинская стена пала. «Первые граждане Восточной Германии пересекли границу, светясь от счастья. А мы потеряли дар речи. Мы представить себе не могли, что доживем до падения Берлинской стены. У меня до сих пор от этого мурашки по коже». Пока Берлин праздновал, офицер штази Тимми Аллен спал. На следующее утро толпы веселых восточных немцев снова пошли на запад. Среди них была и жена Аллена. Домой она вернулась с подарком. «Я увидел, что она принесла бутылку пива. Отлично. А картошку зачем?» Она улыбнулась и сказала, «Это не картошка, а киви. Что? Мы о таком и не слышали даже». В тот же день Райкадам взял свою кинокамеру и пошел на Поздамерплац. Там они с братом встретили свою мать, сестру и племянницу. Несмотря на эйфорию, им было тревожно. «Мы тогда еще не знали, что за всем этим стоит в политическом смысле. Может, власти Восточного Берлина просто хотели снизить давление, а границы открыли для того, чтобы критики режима уехали из страны? Или это было начало чего-то большего? Тогда, в начале ноября, это еще было неясно». В течение нескольких дней и ночей берлинскую стену разобрали на куски. Но и в штазе не сидели без дела. «Мы получили приказ уничтожить все документы. Приходилось сорвать их руками. Шрёдеры тоже были, но они перегревались и выходили из строя. Дальше рвали руками. Мне было важно защитить своих информантов, поэтому я сжег некоторые документы, в которых они упоминались». Слухи об уничтожении документов быстро распространились. 5 декабря тысячи людей пришли к штабу штази в Дрездене. Толпа заняла здание и осталась в нем, чтобы остановить уничтожение документов. Люди также скрыли камеры, в которых сидели политзаключенные. Во главе толпы находился Герберт Вагнер, ставший к тому моменту одним из самых знаменитых активистов Дрездена. «То, что я здесь тогда увидел, было похоже на суд Линча. Генерала штази Хорста Бема заставили открыть все двери, тюремные камеры. Его вели по внутреннему двору под оскорбления и плевки окружающих. Кто-то пнул его ногой, и он упал на колени. Я встал перед ним, чтобы защитить. Если бы он упал целиком, толпа затоптала бы его до смерти». Благодаря таким захватам архивов штази было спасено множество дел, в том числе и дело на кружок друзей из Гали. В нем нашлись удивительные вещи. «За нами шпионили, а мы не знали. Даже не догадывались. У штази был информатор под кодовым именем Вера Штайн. В документах штази она называлась информатором, у которой есть связи с врагами. Судя по документам, она писала о нас доносы коробками». Вера Штайн не узнала, кто поджигал берлинскую стену. Друзья обсуждали это только между собой. Теперь об их тайной миссии рассказывает комикс, чтобы новое поколение знало о том, что происходило в 1989 году. На следующий год произошло воссоединение Германии, и жизнь этих молодых людей изменилась навсегда, так же, как и жизнь многих миллионов немцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова